Политику избранного президента Владимира Путина, которая нацелена на созидание, на сохранение мира на земле, поддерживает практически весь российский народ. Гордятся национальным лидерам и представители разных профессий Карачаева-Черкесии. Я всех хочу поздравить с наступающим праздником Победы, а также ждем скорой Победы нашей, наших ребят над украинскими сепаратистами, фашистами и всякой нечистью. Иншаллах, скоро мы эту Победу тоже увидим. Мы вместе с главой республики Рашидом Бориспиевичем были на инаугурации президента России Владимира Владимировича Путина. Это действительно то явление, которое показало всему миру, что российские люди с огромным уважением относятся к нему. И эти проценты, которые показали, они были беспрецедентными. Поэтому я хочу поздравить всех тоже. Я надеюсь, что эти предстоящие шесть лет мы будем жить в спокойствии и в достатке. Иншаллах. Сегодня на земле насчитывается более двухсот стран. Ни одна страна в мире не имеет такого лидера, руководителя государства, которого имеем мы, россияне. Владимир Путин – мудрейший и очень красивый человек. Он лидер среди лидеров. Владимира Владимировича я сравниваю с Ноем, который построил ковчег и спас человечество от гибели. Говорят, каждый народ достоин своего правителя. Если мы заслужили такого президента, как Путин, значит, многонациональный российский народ является избранным народом. И нет никакого сомнения в том, что Россия сыграет главную роль в духовно-нравственном оздоровлении нашей планеты. Если вспомнить, когда я начинала свою стезю мамы в далекие 92-м году, произошел распад Советского Союза, становление новой России. Тяжелейшее время. Какие социальные выплаты? Какая поддержка семьи? Не было этого. А сейчас, там, где Владимир Владимирович Путин, там великая Россия. Россия, с которой считаются. Поэтому, как гражданин Российской Федерации, еще раз скажу, как учитель, как мама и бабушка, как председатель общественной палаты, я только поддерживаю нашего президента. Поэтому я считаю, там, где Россия, там Владимир Владимирович. Там, где Владимир Владимирович, там, конечно, великая страна. Хочется подчеркнуть, что под руководством Владимира Владимировича Путина наша страна является державой, с которой считаются во всем мире. В настоящее время развитие страны наблюдается во многим направлениям. Особое внимание уделяется развитию физической культуры и спорту. Без привлечения можно сказать, что Россия – это спортивная держава. Российская нация – это спортивная нация, которая ценит своих героев спорта, гордится своими спортивными победами. Выбор, который сделала страна в марте, является абсолютно правильным.